Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, она ноги как-то высоко поднимает в победе. Понятно. Защищаем мы физический биоробот с защитным потоком очистки энергии Абсолюта, берем Ильзы в защитный скафандр на время работы с тонкими телами, и вместе с тонкой копией Ильзы поднимаясь в комнаты диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Мы приветствуем Ильзы, интересуемся готова ли она к диагностике, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она продолжает шагать, она в какой-то тянущей штуке, руки, тело, ноги, она пытается от нее избавиться. Как клей, да? Хорошо, даю команду с скэнер, скэнер начинает сканировать это пространство в ногах, отключает, выводит до 100% всю эту массу клея, и он формируется в шар перед ней. Также все сопутствующие энергии вместе с этим выходят и формируются в шар. Липкая масса шар вышла. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Готов. Хорошо, Ильза, вы даете нам согласие на работу с вами? Дает. И я даю команду на G3, скэнер сканирует пространство над головой Ильзы под ногами 360 градусов вокруг нее, скэнер сканирует все 7 тонких тел, Ильзы находит все. Гуманоид сразу притянулся к этому шару, липкому. Гуманоид, понятно. Спрут. Инкуб. И бес. И бес. Какой бес? 9. Хорошо. 4 канала, да, Вера? И плюс шар? Да. Хорошо. Откуда у нас гуманоид? Сирвиз. Сирвиз. Кто ты? Он почему-то говорит, что он ее облеплял. А кто тебя разрешил? Твои сети. А кто тебя разрешил? Заманивал. Твои сети заманивал. Кто ты? Я тебе задал второй раз вопрос. Я задаю три раза вопрос. Собираю все, что могу изъять. ДНК, частицы биоробота. Душа. Если отдаст. Хорошо. У тебя есть контракт с ней? Не так просто душа получить. Уже встречали? У меня нет контракта с ней. Сколько ты находился в ее биополе гуманоид Сирвиза? Ловец душа. Два года. Сколько стоит эта конструкция? Год и 7 месяцев. Ты снимал ее уже? Ты отправлял биоматериал в свой мир? Нет. Пока налепляю все. Понятно. Хорошо. Сколько спрут находился в этом биополе? Четыре года. Хорошо. Сейчас я дам команду на реверс энергии. В процессе реверса я буду задавать вам вопросы. Вы будете отвечать на эти вопросы, если вы не хотите неприятностей. И я даю команду тонкой копии Эльзы. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивает Эльзы прямой канал к этому шару и реверсом отдаю весь негатив. Все, что она получила от этого клеящего шара. Пошел процесс. Что возвращается к этому шару, Вера? Она почему-то показывает себя и дышать было из-за него трудно. Тонкая копия. Тонкая копия была трудна. И на физическом теле это в дыхании отражалось. Она как хрип какие-то слышала из-за этого. Вполне может быть. Потому что у нее залеплены тонкие тела все были. Этим клеем, да? Да. Все понятно. Считай информацию, сколько процентов гуманоид забирал из 100. Этим шаром, этой своей подключкой. Пошла информация. 40 он забирал. 40 процентов. Хорошо. Сколько находился инкуб в этом биополе? Три года. Сам пришел или с бесом? Бесом. Хорошо. Сколько бес находился в этом биополе? Бес 4 года, но он не всегда в ней. Он заходит и выходит. Ты заходишь через порталы в доме? Да. Много их там? Он одним пользуется. Понятно. Я почему говорю без? У нас сегодня нет заказа на чистку дома. Но если он поступит, через 10 минут я буду в этом доме. И ты будешь стоять опять в клетке. Если я второй раз увижу уже в клетке, тогда я не буду таким дружелюбным по отношению к тебе. Кто еще находится в этом доме из присутствующих? Никто. Хорошо. Значит, тогда бес услышал. Я рекомендую ему после чистки, когда я его отпущу, уйти из этого дома и не дождаться встречи со мной. Реверс закончился. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Ильза забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Ильза себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И из шара забираем частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Мощным потоком все пошло назад. Все свое забираем по праву. Что возвращается из шара, посмотри, Вера. Энергии идут, свет души идут, частицы идут. Понятно. Яркие. Итак, гуманоид, ты зашел без контракта в это биополе. Тебе было понятно о риске, который связан с такими неправомерными действиями для тебя? Ответственность за свои действия? От него информация такая идет, что он первый раз попался. Он слышал раньше, но это как легенды. Я тебе сейчас другую легенду покажу. В моих руках появляется живая плазма. Так вот, гуманоид, если Ильза мне скажет, что она хочет тебе вернуть ту боль, которую ты ей дал, ты получишь эту живую плазму. Можешь ее просканировать. Сейчас ты лучше информирован. Он говорит, что это не может быть правдой. Сделай запрос. Попробуй. Уточни. Почему вы имеете это оружие? Потому что мы имеем право это оружие иметь. Те, кто не имеют права это оружие, не имеют. Все очень просто. Все становится... Я неправильно попал. Да, я согласен. Рейдж закончился, и вот этот клей, шар, он стал плотный такой и черный. А, отлично. Как камень. Все хорошо. И забираю, тогда убираю эту живую плазму, входит в меня. Хорошо, поехали дальше. Бес. Есть ли арва в биополе, Ильза? У меня не с живота, он показывает. Ты хочешь получить эти лярвы? А он за ними там и присутствует. Он пытался их подтянуть. Это да, значит? Это да, значит. Хорошо, значит, тогда выходи сначала, собирай, отключайся полностью. Все, что ты оставил в ее биополе, рассказывай, как оно действовало на ее физическое состояние. И после этого я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. И ей такие энергии с этого шара вернулись, она вся переливается. Вес снимает ботинки, утяжеляющие ноги. На ногах у нее стояли. Представляешь, как сидит? Он понижал ее вибрации, им было трудно на высоких вибрациях с ней. Поэтому он выходил, заходил во сне в основном, пока она спала. Он снял. Там, наверное, еще и одеялки его на кровати лежат, как я вижу, или под кроватью. Хорошо, идем дальше. Инкуб, выходи. А, подожди, стоп. Я ему обещал лярву, он забрал. Разрешай тебе забрать лярву. Разрешаю тебе забрать лярву. Приступай, Бес. Ничего не забывай, возвращайся назад в клетку. Он снимает ее с красной чакры с нижней. Понятно. Готово. Ну, отлично. Хорошо. Инкуб, выходи. Снимай свои ленточки, ошейники, корсеты, все, что ты там установил. И возвращайся назад. Мне как накидка на плечах. Накидка, вот это ты мне сейчас должен объяснить. Ты что, и невидимое делал для другого пола или как? Красивое он делал. Это пеньюар. Как оно воздействует? Естественно, и невидимый. И невидимое для других, понятно. Не невидимый. Подожди, другое идет слово. Нежеланный. Нежеланный. То есть, этот пеньюар отталкивал мужской пол, скорее всего, от нее. Правильно я понимаю, Инкуб? Мужчин. Мужчин, да. Все правильно. Хорошо. Вот тебе еще один вариант такой. Хорошо. Поехали дальше. Спрут, выходи, отключайся полностью. Ничего не забывай. Если есть твоя жидкость, отсасывай ее и возвращайся назад в клетку. Приступай. Он у нее с глаз снимает присоски. А как они действовали спрут на глаза, эти присоски? Ну, расскажи ко мне. Третий глаз он ей закрывал. Видели, чтобы она не видела. Ну, так ты ей практически мешал тогда развиваться. Ты знаешь, это нарушение закона мироздания. На право человека, право души распоряжаться собственными энергиями. Выбирать себе собственный путь своего развития. Ты его перекрывал. А как ты думаешь, это нормально или ненормально? Вот я тебя сейчас перекрою, твое развитие. Одним ударом. Ты никогда больше... Мне не нравится, когда люди развиваются. Он все снял. А кто вас спрашивает, Спрут? Ваше согласие на развитие души людей? Никто. Поэтому все дальше будет еще жестче. Увидишь. Хорошо. Дуй команду сканеру. Сканер сканирует сейчас на частоте гуманоида. И если еще остались какие-то энергии, какие-то неотключенные подключки, чипы, датчики, импланты, конвекторы, все это выводится из ее биополя. Пошло сканирование. Чисто. Хорошо. Бес. Ты услышал насчет квартиры меня? Услышал. Ты хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Ильзы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоэббрационные эмоциональные энергии. Низкоэббрационная и резисгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел. Много? Фантом. Хорошо. Ильза, вы готовы? Хотите расстаться с этими энергиями? Вами сгенерированные? Да. Сворачивайте энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляй Бес. Он не хочет. Что там? Он боится ее энергии. А что там есть? Не знаю. Энергии у нее какие-то желтые, которые вернулись больше золотые. Они как перетекают. Они присутствуют в шаре? Хорошо. Даю команду. Значит, три из этого шара выходят все родные энергии Ильзы, все частички этих энергий, формируются в отдельный шар. Они вернулись к ней, и шар зерой остался. Хорошо. Теперь забираешь? Давай. Отправляю Бесу. Готово. Хорошо. Готово уходить? Готово. Ты все услышал. Открывается внизу портал против часовой стрелки. На числе Беса. Один, два, три. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяйся в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Инкуб, ты готова уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки. На чистоте инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяйся. Есть. Хорошо. Спрут, ты готова уходить? Да. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На чистоте спрута. Один, два, три. Спрут забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяйся. Есть. Хорошо. Илья, прошу тебя выйти на связь. На связь. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид Сириуса с каким-то клеем. 40% энергии забирал. Что только они придумают. На больше они не способны. Все вернули из шара. Конечно. Добро пожаловать. Видишь, как тебя вежливо встречает гуманоид, а ты говоришь. Мне забрали его. Благодарю. Отлично. Вот под этим шаром, открывая портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Поехали по частотам. Переходим к процессу активации и идентификации души. На счет 3 запускаем процесс активации и идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Вот этот стержень у него по всем чакрам проходит. Пропускает энергии, открывает. В том числе третий глаз. И слава идет Альфа Центавра. Альфа Центавра. Отлично. Готово. Поехали дальше. Пусть тонкая копия Ильзы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, что моя энергия гибкая. Она показывает 720. И тогда вот этот вот стержень ее, он становится очень большим. И ей не надо столько сейчас. Ей нужно 550. Хорошо. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ильзы до числового значения 550 Гц. Пошел подъем. Тогда она красиво сияет и наполняется своими энергиями. Отлично. Гармонизирует вокруг себя пространство и людей, которые рядом. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Ильзы. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Отлично. Поздравляем вас. Она показывает руки, показывает. Она вся как переливается. Отлично. Хорошо. Мы закончили свою работу и будем возвращать вас назад сейчас в вашу систему Биоробот Душа. Если у вас будет желание встретиться с куратором и получить ответы на свои вопросы, мы это можем вам организовать. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ильзы в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. У нее даже Биоробот напряжен был, он как выдохнул, когда она зашла. Легко ему Биоробот. Энергия будет поступать еще несколько дней. Дальше заправляйтесь энергией, поднимайте свои вибрации. Наш администратор перешлет вам всю информацию. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует...